ПЗ-4 Горгулия ПЗ-4 Горгулия У меня складывается впечатление, что у меня в гараже стоит несколько деолана, столько разного цвета и я на одной спойлер себе сзади прикрутил, непонятно зачем к багажнику, а на другой спереди повесил мухобойку. Вот и в принципе вся разница. Хотя между собой танчики очень сильно отличаются и по подвижности, и по манере того, как необходимо играть на ней, и по ее поведению в отношении точности орудия. Вот данная машина орудия, я бы сказал, непредсказуемая по точности, потому что разброс в 0.454 это просто чума какая-то на пятом уровне. Ну вот откровенно. Время сведения вроде бы должно быть неплохое, но мы сейчас заценим все непосредственно в бою и вы поймете о чем конкретно я говорю. Урон в минуту на пятом уровне в 1470 единиц в целом вроде бы должен быть неплохой, но ребят, его реализовать очень сложно, потому что время перезарядки в 11.5 секунд, с учетом того, что это уже установлено дополнительное оборудование, амуниция. Ну я бы сказал, что крайне не сильно приятное в игре, с учетом того, что это средний танк. Тут утяжей, бляха-муха, время перезарядки бывает существенно меньше, ну а на Гаргулии как бы не похвастаешься. При этом бронебойными пробитие 95 мм. Кого пробивать, блин, 95 мм я не понимаю, если у самой Гаргулии 90 мм корпус. А есть ребята все-таки еще более крепкие, короче говоря, ни о чем. И приходится играть на аккумулятивных, которые пробивают уже 120. Это существенно добавляет пробития, здесь вопросов никаких нет. И альфа падает не на много, но играть постоянно на голде как бы тоже удовольствие, знаете, я бы сказал не то, чтобы не из дешевых, но и не настолько мелочь, чтобы разбрасываться серебром на пятом уровне. Оно просто того не стоит. Я думаю, вы понимаете, к чему я клоню. В углы склонения вниз минус 6, не добавляют играбельности абсолютно, а только забирают. Осколочно-фугасные в 410, альфа довольно неплохая, но 53 мм пробития, ну мало кого вы найдете, да, на пятом уровне, чтобы можно было закидывать прям с нормальным количеством альфы за шот осколочно-фугасные своего противника. Поэтому, ребят, орудие на горгуле мне не нравится прям вот совсем-совсем, потому что пережить на горгуле 11,5 секунд, ну это задачка не из легких. А что касается того, что вы получаете, вы получаете то, что вы должны переживать это на каком-то не сильно большом расстоянии от противников, потому что на средних и дальних расстояниях с вот этим вот разбросом вы реально, ну я бы сказал, слепой снайпер. Ну что, ребят, погнали, посмотрим, что машинка может в бою, ну и соответственно будем заценивать уже непосредственно там. Пока мы запрыгиваем в бой, хочу попросить каждого из вас, кто смотрит мои видео без подписки на канал. Ребят, смотрите, какая ситуация. Ваши подписки для вас ничего не стоят, а для моего канала это бешеный ваш вклад в его развитие. По-другому я не смогу нормально конкурировать и YouTube не будет рекламировать мои видео, если у меня будет малое количество подписчиков. Так вот, ребят, если вы за честные обзоры, если вы за то, чтобы вам не засыпали в глаза всякие красивые блески, что вы обязательно что-то должны себе купить в магазине, если вы за обзоры товаров в магазине и танков в первую очередь честными, справедливыми, субъективными и исключительно среднего качества руками, потому что мне кажется, что как раз вот среднего качества игроков в игре преобладающее большинство, где-то, наверное, процентов 85 точно наберется. И только 15, ребят, процентов, я думаю, суперскилловых классных игроков, которые прям нагибают в каждом бою на любой технике. Так вот, если вы хотите знать, как тот или иной танк будет играться в ваших руках, стоит ли вам, да что ж происходит-то в конце концов, если вы хотите знать, как приблизительно в ваших руках будет играться танк, вам необходимо смотреть не обзор от мега-скиллового игрока, который играет существенно лучше, чем вы, а вам необходимо смотреть, как танчик ведет себя в руках среднестатистического игрока, такого, как я. И тогда вы сможете примерить машинку на себя, но и даст бог не потратить голду на то, что в ваших руках играться не будет. Что касается самого танчика, который зацениваем. Вот она, подвижность горгули. Я не могу сказать, что для пятого уровня данная подвижность, она является хорошей. Я бы сказал, что она ограничит с плохой. Мне, честно говоря, подвижности у горгули не хватает, прям вот совсем-совсем. Танковать? Ну, если и танковать, то только прям-прямо лицом к противнику, по той причине, что ромбуешь-не ромбуешь, как правило, залетает только так. Надо немножко сейчас поагрессивничать, попытаться проехать. Ведь мародер сейчас пытается подобраться к нам, подбрасываем в этого товарища. Ну, а время перезарядки, ну, меня не радует прям совсем-совсем. Ты вроде бы и альфы нормально набрасываешь за выстрел, но в то же время, ну, прям совсем-совсем долго перезаряжаешься. Да, захвачу точку, потому что, в принципе, уж коль я на ней стою, то даст бог, это может нам еще и на что-то повлияет позитивно. И поехали дальше гоняться за мародером, который явно сейчас от двух наших товарищей будет свиливать в эту сторону. А, ну, беднягу зажали, не успел. Поехали дальше, хотя поехали, это понятие такое, знаете, очень-очень натянутое, потому что на этой машине поехали звучит как-то не сильно весело. Это все равно, что сесть, ну, я не знаю, там, в дедушкин москвич и, весело сказать, погнали. То же самое и здесь, гнать у вас не получится прям совсем-совсем. Вы спокойно, монотонно, медленно передвигаетесь по карте, ну, дожидаясь просто окончания времени вашего орудия, необходимого для перезарядки ему. Так, я не знаю, честно говоря, что мне делать. Ведь меня сейчас явно будут пробивать. Я лучше займусь тем, что займу точечку. Очень надеюсь, что Мэджай ко мне не поедет. Там же Мэджай, да, у них остался? Покажитесь. Да, Мэджай. Я надеюсь, что он ко мне сейчас не поедет, потому что если он приедет ко мне, то, соответственно, он меня разберет. И на этом все мои танцы с бубном закончатся. Осталась захваченная точка D. Двое товарищей. Одного вынесли. Уже хорошо. Я думаю, что это однозначная победа. Сейчас, ну вот, на примере того же Мэджайя, как вы видите, только благодаря тому, что он повернулся ко мне боком, у меня получилось его нормально куда-то выцелить. А так, в целом, ребят, если сейчас попаду под его барабан, оставшиеся три снаряда, если кинет в меня, ну, соответственно, будет мне больно и неприятно. Я буду досматривать уже из ангара. Да, альфа, конечно, хорошая. Ну, не поспорю. Вопросов нет. Но, смотрите, верхний бронелист пробили, да, точнее, даже вот эту планку, за которой Мехвод сидит. Там верхний бронелист отдельно стоит. Пробивали в бока. Я говорил изначально, что броней данная машинка абсолютно не хвастается. Ну, что есть, то есть. Значит, смотрите, за такой вот абсолютно пустяковый бой 1450 единиц урона даже сдали знак классности второй степени, потому что, скорее всего, на Гаргуле сейчас практически никто не играет. Что касается серебра, с учетом активированного према аккаунта 37 тысяч серебром и 24 с половиной без него. Я считаю, что для пятого уровня это вполне нормальная сносная цифра, тем более за вот такой вот бой. Единственное, что, что машина, она постоянно так играется, по крайней мере, в моих руках. Так, второе место в команде по урону. Я вообще удивлен, что я получил столько, да, там, ну, я имею в виду такой результат по урону, по одной простой причине, потому что я не насчитал такого количества шотов. Ну, мелочь, а приятно. Вообще, как я уже сказал, Гаргуле, она отыгрывается плюс-минус вот так в моих руках постоянно. То есть я не кайфую от нее. То есть я на ней могу заехать, я на ней могу поиграть, я на ней могу даже выиграть. Я два или три раза смог на ней именно затащить, когда остался один против двух соперников. Но поверьте мне, я вытаскивал бои, оставшись один против там одного или двух соперников, только лишь по той причине, что соперники были слабее меня, да, по вот, по подкованности в игре. Они допускали ошибки, они поворачивались ко мне боком, они мазали и попадали мне в какие-то твердые места, то есть они не сводились до конца. Они рассчитывали на то, что у меня быстрое КД, боялись этого быстрого КД, торопились меня быстрее разобрать и, соответственно, в этом как раз и была их ошибка. В целом же Гаргулия, она, ну, по определению, в, наверное, 98 боях из 100, необходимости на ней затащить, вы не сможете этого сделать. Вы не сможете этого сделать из-за углов склонения, вы не сможете этого сделать из-за долгого времени перезарядки. И, я бы сказал, из-за абсолютной картонности данной машины во всех проекциях, кроме вот такой вот прямой. И то в прямой проекции в ней тоже такое количество серых зон, что, в принципе, для соперников нет проблемы вас выцелить и пробить. Ну что, поехали, посмотрим, что там будет. Я не поехал на линию СТ, сейчас кто-то, кто смотрит видео, может подумать, взял, слил направление. Ребят, я бы его слил, даже если бы туда СТ-37 мы приехали вместе. По одной простой причине, потому что с ЛТшкой и СТшкой противников мне бы просто нечем было бороться. Я бы сделал один шот и на этом бы для меня все было окончено. Вот сейчас я смотрю, допустим, на Тигра 131 и серой зоны в нем нет ни на голде, ни на обычном бронебойном. Короче говоря, ни в каких вариантах серых зон нет. Этот товарищ не захотел вылазить, в принципе, я его понимаю. Наконец-то появился, но, видите, я его не пробил, а он в меня закинул на 153. Смотрим, куда кинул. Кинул он вот в районе переднего правого катка. АТ-2. Товарищ хоть и нашего уровня, но, видите, без вариантов, как бы тоже весь красный. Почему мне и не нравится данное орудие? Потому что пробития у него очень сильно не хватает. Мракоборец еще сюда приехал. Честно говоря, мракобесец ему подходит большее название. Ну и, как я говорил, что, в принципе, на вскидку особо не кинешь, потому что точностью орудия не обладает абсолютно. Оно, в принципе, это и вблизи не сильно часто бьет точно. Так, надо убегать. Там есть ровер, но убежать у меня не получилось. Итак, вот такой вот он второй бой. Машина картонная. Понятное дело, что с кормы меня там, ну, как бы пробить не проблема. Смотрите, еще как интересно получается. Меня пробили как-то. Я вот не могу показать. Видите, под башней вот даже зашло. Ну, точнее, вниз самой башни, в кромочку нижнюю. В основании. Через вот этот лист ко мне прошло. Короче говоря, ребят, проходит здесь везде, где не лень. Только вот прямо играя, у тебя есть хоть какие-то шансы. А бока и, соответственно, корма, это просто-таки один сплошной картон. Да и спереди, как я говорил, тоже очень много мягких мест. А вот эта башня на башне, по-другому это не назовешь, потому что это даже не лючок командира. Это, извините, еще одна дополнительная башня, где не хватает орудия. Она тоже довольно-таки неплохо прошибается. Поэтому, ребят, с живучестью машина не очень хорошая. Но и нагибать на ней у вас однозначно не получится. Машинка больше в коллекции, поэтому если вы раздумываете и смотрите данное видео, стоит ли вам ее покупать. Нет, ребят, я думаю, что не стоит. Можно посмотреть чего-нибудь получше. Ну, разве что, если за нее просят в районе полторы тысячи голды или две тысячи голды с какими-то плюшками, тогда, возможно, еще и стоит там разменять копилку, если вы, допустим, коллекционер, ну или вам просто хочется горгулию. А я же, честно говоря, даже не знаю, за какую сумму я бы ее приобрел. И просто продолжаю радоваться тому, что она у меня в ангаре появилась абсолютно-таки даже бесплатно. Это был честный обзор ПЗ-4 Гаргулия. Если вы за честные обзоры, как я уже говорил, подписывайтесь вот здесь вот внизу по желтому шильдику на мой канал. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира и спокойствия.